Новый год в новой квартире. С таким подарком, пожалуй, мало что сравниться. Особенно, если новоселы ютились в аварийном доме и ждали переезда больше 10 лет, как это произошло в Марксе Саратовской области. Там под Новый год случилось еще одно новоселье, которое так или иначе должно облегчить жизнь всех жителей Марксовского района. Подробности в нашем следующем сюжете. Вы вроде бы получили жилье. Если это так. Но настроение-то как оно улучшилось хотя бы к Новому году. Наступающий 2015 год для этих людей станет двойным праздником. Бой курантов по телевизору они услышат в новых квартирах. 105 человек получили квадратные метры в центре Маркса по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Губернатор приехал лично поздравить новоселов. Учитывая, что вы все-таки как раз обживаете все тяжелое, вот вручим хозяину. Поэтому от души поздравляем. Родителям бытовую технику, детям игрушки и конфеты. Семья Корниловых на четверых получила новую трехкомнатную квартиру в центре Маркса. 56 квадратных метров. В их прежнем доме осел фундамент, треснули стены. Из аварийного жилища сюда переехали многие соседи. Ждали новоселье 12 лет. И теперь любуются каждой мелочью в новом доме. Здесь вообще даже в подъезд входишь. Там полы, стены, ну все совершенно другое. Здесь у нас даже холл есть, квартиры. Это даже в городе, не в каждом доме в новом есть холл. Это новоселье закрывает проблему переселения граждан из аварийного жилья в Марксе с его 30-тысячным населением. И теперь, по словам губернатора, внимание уделят крупным городам области Саратову, Энгельсу. Реализацию программы планируют продолжить до 2017 года. Конечно, предстоящий год он будет непростым, в том числе по реализации ряда программ, особенно затратных программ. Но надо находить все равно решение. Мы будем встречаться после Нового года в Министерстве жилищного и коммунального хозяйства Российской Федерации. Будем обсуждать в том числе и этот вопрос, потому что он требует особого внимания, особого подхода. Еще одно большое событие для Маркса под Новый год – открытие многофункционального центра. Офис в фирменно-бело-красно-коричневых цветах, шесть окон приема работают по принципу одного окна. До образования нашего учреждения гражданам приходилось ходить по нескольким инстанциям, запрашивать документы в разных структурах. Сейчас граждане могут все сформировать в одном месте. Минимально у нас рассчитано от 180 человек в день, поэтому пропуская способность мы будем только наращивать. Здесь можно оформить 114 государственных, региональных и муниципальных услуг. Самые востребованные в Марксе – Росреестр, оформление материнского капитала, регистрация прав, кадастровый учет, постановка на налоговый учет. Виктория собирает документы на вступление в наследство на ПАИ. Готовилась стоять в очередях и несколько раз отпрашиваться с работы, но оказалась приятно удивлена. Здесь довольно уютная атмосфера. Все так современно, очень удобно. То есть, если раньше мы приходили, огромная очередь, то здесь взял талончик и дождался своей очереди, это несколько минут и пожалуйста. Экономить время оформления бумаг будет электронная очередь и предварительная запись. Губернатору поясняют, что большой наплыв посетителей ожидается по субботам. Люди из соседних сел и деревень, заранее записавшись, приедут на субботний базар и заодно оформят нужные справки и свидетельства. Учитывая, что на самом деле у нас очень много еще административной составляющей, бюрократической составляющей, которые появляются такие препоны, только портят настроение людям, гоняют за каждой справкой, еще каким-то документом. Вот все это уйдет в историю, в небытие. Марксовский центр – это девятый МФЦ в регионе. До конца года появится еще шесть. А в 2015 году планируют открыть многофункциональные центры в каждом районе Саратовской области. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.